не поговорить ни с кем. Ой, вы там? Да, я здесь. Вот, не могла нормально даже поговорить ни с кем, не как-то не обсудить эту ситуацию. Ну, у меня просто было полностью истощение какое-то, у меня не было сил вообще ни на что даже не поговорить. То есть до сих пор я не могу как бы, ну вот в плане энергии, потому что еще я начала работать, я постоянно гоняюсь, гоняюсь в этом круговороте за все как бы пытаюсь все успеть и энергии как бы, ну вот я реально только говорила, говорю, мне надо как бы время для себя самой, потому что мне нужно что-то сделать, чтобы как бы восполнить вот эти все энергетические как бы свою чашу, так скажем. Поэтому сейчас у него отношения, конечно, с ней получше, они как бы как лучшие друзья, он же с ней может сидеть, и вот он мне соответственно и говорит, ты иди делай, что тебе надо, вот сейчас я могу за ней смотреть, я хоть как-то могу помочь, а ты вот иди делай, что тебе как бы там надо для души и так далее, потому что я говорю, у тебя там столько этих планов, говорю, а пока я не приведу себя в порядок, хотя бы просто, ну энергетически, я не могу ничего вам дать, как бы, ну в плане вот именно отдачи, отдачи вот этой энергии. Поэтому вот такой план, сейчас как бы опять найти этот баланс и, ну начать, начать вот этот какой-то, да, какой-то, наверное, другой вот этот уровень сейчас, когда уже все немножко поустаканилось, уже есть у нее режим, и мы знаем, как мы, что мы делаем, то есть, ну все равно надо работать, да, над собой, мне, потому что вот у меня просто такое истощение какое-то именно энергетическое. Как ты думаешь, а что крадет энергию? Вот что, что забирает энергию у тебя больше всего? Твоя гипотеза? Моя гипотеза? Мне кажется, вот когда я начала работу, я ее начала слишком рано, я не восстановилась после декрета, я, у меня работа очень тяжелая, она очень, очень, я работаю с людьми, они всегда все злые, постоянно все плачут, там, вот такая очень истеричная такая атмосфера, я раньше, если там была на полных сил и как бы могла контролировать это, это одно, я взяла три месяца в декрете, потом, конечно, я поняла, что я сделала, продлила еще на три месяца, но тут такие законы, я не могу продлевать больше, чем один месяц, вот если шесть, по истечению шести месяцев, когда я уже один раз продлила его, я не могу больше продлить, это если я, либо я ухожу совсем, либо я теряю, да, ну, как бы работу, либо я продолжаю работать, то есть если бы я изначально хотя бы взяла шесть месяцев декрета, а потом продлила еще на год, тогда бы мне это позволило и с ребенком нормально посидеть, да, там, и устаканить отношения, а я себя выпылила туда вот на эту работу, получается, загнала, не могу себя, ну, не могу, хотя мне Райан вообще говорит, уходи ты с этой работы, занимайся развитием себя, занимайся там изучением там, как складывать деньги вообще, ну, что-нибудь другое, но вот эта работа, за которую пока я так держусь, вот мне Райан все время спрашивает, зачем она тебе нужна, она меня действительно выматывает, потому что там настолько бешеный такой график, там постоянно люди, которые постоянно взловленные, вот такие, я, это, ну, как бы, и плюс ко всему к этому, Милаша, она такая сейчас чудесная, она такая хорошенькая, она начинает развиваться, у нее зубки там третья, десятая, у меня вообще-то был план с ребенком заниматься хоть какое-то время, ну, как бы быть мамой, да, вот и так далее, то есть... Сколько ей год, да, сейчас, Маш? Девять месяцев ей будет... Она еще такая малышка, ей сейчас самое-самое время, мама нужна, ей сейчас же развиваться нужно. Маш, а может быть, стоит прислушаться к Райану, может быть, ну, я это тоже хотела предложить, может быть, стоит прислушаться, чего ты боишься, если ты бросишь работу, то тогда что, какие страхи тебе есть? Ну, страхи у меня есть... Ну, ты не найдешь другую работу? Ну, во-первых, другую работу тяжело найти, эту я искала 6 месяцев, во-вторых, как-то все равно это моя какая-то независимость, да, там, моя какая-то, ну, вот Райан мне уже просто говорит, что, блин, какая независимость, когда эти деньги, как бы, мы можем там удвоить и троить, если ты их сможешь, ну, как бы, другими способами, по-другому как-то там заработать или вложить там, это вообще... А декретные какие-то получаешь, Маш, декретные какие-то получаешь? Декретные тут платят всего 16 недель, это государственная система, тут я не знаю, как тут работают, ну, вот, и поэтому, конечно, у меня мама, она готова мне помогать, она уже мне предложила, что раз такая у тебя сумасшедшая работа, потому что из дома я тоже, так как я работаю из дома, мне тяжело, она же постоянно там, что-нибудь, ну, играется, кричит, мчит, то есть я не всегда могу даже там поговорить нормально по работе, да, допустим, и плюс собака, я говорю, это сумасшедший дом. Мама мне предложила вообще ее забирать, допустим, там в течение недели, и я потом ее на выходных, но у меня просто сердце, это, как сказать, разрывается. Маша, нельзя, нельзя, Маша, и как его делать? Этого нельзя делать, дело даже не в сердце, да, разрывается, а в том, что вот малышке сейчас нужна мама, если ты сейчас ее оставишь на бабушку, она переживет отвержение, она переживет вот эту родовую травму, с которой потом я буду работать, ну, Илья или какой-то специалист, когда ей там будет 20, то есть отвержение матери, это один из самых серьезнейших, ну, душевных травм, которые сегодня есть в мире, поэтому это не факт, то есть сразу же нет. Вот я как семейный терапевт, как семейный психолог, я по этому маме и сказала, я говорю, конечно, я понимаю, что это есть такая, да, как бы поддержка, я говорю, но я лично планировала сама своих детей воспитывать, как бы, у меня был такой план, это просто так как-то получилось все нелепо, вот эта работа, если бы я изначально запланировала нормально там год, да, или даже два в декрет идти, но я так не сделала, и потом оказалась сама как бы в такой вот ситуации, где либо я сейчас вообще ухожу. А давай немножечко глубже коснемся. Есть ли вселенная добра? А вселенная добра, и мы знаем, что Бог любящий, то почему хорошо будет, если ты уйдешь с этой работы? Давай, наверное, так, сложно найти работу. Давай, это правда? Вот сложно найти работу, это правда? Правда. Почему не сложно найти работу? Дай мне три доказательства в отношении других людей. Сейчас не тебя, а других людей. Почему не сложно? Да, почему не сложно? Ну, потому что они, наверное, продолжают искать, они смотрят на разные варианты, допустим, не только на тот, который, допустим, если только одна какая-то роль их устраивает, может, они смотрят на разные варианты, может, есть другие роли, которые выслебованы тоже. Готовы идти на компромисс, наверное, в каком-то плане в этом? Готовы своим намерением. Вот ты же уже увидела, когда ты чего-то хотела, вот действительно хотела и понимала, что ты этого хочешь, ты это осуществила. Ну, скажем так, из-за мужества, ребенка. Ксюша рассказала, как свадьба у вас прошла, что плана Б не существует. Эту фразу мы до сих пор со Ксюшей между собой гоняем. Она все время говорит, плана Б не существует, только плана. То есть, если ты посмотришь на свою жизнь, ты увидишь, что, в принципе, когда ты правильно выставляла фокус внимания, когда ты правильно понимала, как этот фокус внимания держать, то вселенная тебе отвечала. Неважно, будь ли это в Украине или будь это в Австралии, она отвечающая. То есть, ты заметишь еще на другие вещи, что еще другие твои молитвы. Помнишь, мы с чего начинали наше общение где-то года два назад, да? Мы начинали с того, что мы о маме тогда молились. То есть, ты видишь, что молитвы работают. Бог отвечающий, Бог верный. Как бы ты ни назвала, там, Бог, вселенная, неважно, да? То есть, мы видим, что вселенная отвечает. Итак, если ты правильно сейчас выстроишь свое намерение работы, которое ты хочешь, не которое тебе попалось. Смотри, ты же замуж не вышла за первого встречного, какой попался первый на твоем пути. Вот за такого ты и вышла замуж. Ты же все-таки дождалась своего района. Ты дождалась своего мужчину. Потому что другой бы, может быть, в этой ситуации уже давно бы бросил, давно бы уже изменил, давно бы уже там отфутболил, отшвырнул, да? Ну, смотри, ты дождалась твоего. Теперь мы смотрим на работу точно так же, как на мужа. Не бросаться, как, знаешь, как собака на кость. Ну, я настолько голодный, что готов есть любое. А выстроить правильное намерение и понять до конца, что ты хочешь, как ты видишь реализацию себя. Работа – это не просто кусок денег. Работа – это реализация твоего потенциала. Работа – это реализация твоих талантов. Работа – это реализация твоего, ну, какого-то внутреннего состояния, да? Работа – это проявление. То есть какой смысл ходить на работу ради денег? Ходить на работу, когда… Вот ты идешь на работу, и ты летишь на работу. И ты идешь с работы, и ты летишь с работы. Ну, то есть это состояние счастья. Это состояние радости. То, о чем вы говорили два года назад. Поднять объем радости. Потому что если жизнь не приносит радости, ну, смысл в ней. Если работа не приносит радости, смысл в ней. И вселенная обязательно ответит. Она найдет для тебя тот источник твоего дохода, тот источник твоей реализации, твоих дорог, твоих талантов, которые тебе помогут. Я вот сейчас работаю уже год как бизнес-тренер. То есть я помогаю предприятиям из маленьких становиться большими. То есть я увеличиваю их объем продаж, увеличиваю их мотивацию, понимание мотивации, понимание их клиентов, понимание ценностей клиентов, какую ценность они приносят клиентам. Именно как бизнес, какую ценность приносит клиентов. Бизнес – это не о деньгах, это о ценностях, которые люди дают. О том, что руководитель – это отец, который держит в своем подчинении, там, ну, не знаю, 15-20 лет. Я сейчас работаю в компании, где у них 350 человек в подчинении. Говорят, 350 – это детей. Ну, вот он как руководитель. И правильно выстроенные намерения, правильно выстроенные мысли, они создают обстоятельства, которые притянут, тебе эту же ситуацию. Вот подумай, подумай над этой мыслью. Просто подумай, потому что вот даже просто себе задаю вопрос, почему я не вышла замуж за первого встречного? Хотя уже и возраст был, да? Хотя уже и можно было залюбовывать и замуж. Ну, хоть кто-нибудь, кто даст, ну, семя, чтобы появился ребенок, институт, там, материнство, она начала бы поиграть. Но ты же дождалась своего. И сегодня ты понимаешь, что ты правильно сделала. И сегодня ты понимаешь, что мужчина – это огромная, 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 ну, роль в жизни, становление и матери, и ребенка, и многих-многих вещей. Так же и работа. Так же и работа. И, может быть, Райан, вот слушай эти слова Райана, может быть, он как мужчина, который мудрый, который, знаешь, вот, ну, мудренный какой-то, да, вот ты же сама говорила, что у него природная какая-то мудрость есть. Может, он тебе правду говорит? Может быть, не стоит цепляться за эту работу? Ты же себя истязаешь. Ты находишься в истязании сейчас себя. Сделать? Нет, не сделать. Вот если бы я этого не сделала, вот это, то есть, ну, у тебя такая, так, не, наверное, не так. И на это уходит колоссальное количество энергии. Поэтому очень важно определиться, я делаю вот так, и уже пошло, 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 пошло бы, пошло и пошло. То есть ты знаешь, что больше всего энергии у нас забирает сомнения. Сомнения – это так, нет, наверное, не так. Так, нет, наверное, не так. И вот это сомнение, оно раздирает душу и забирает огромное колоссальное количество ресурсов. Только ты для себя определишься, вот, например, ты определяешься с позицией. Нет, Милану я буду воспитывать. Нет, это моя дочка, и я не позволю, чтобы отвержение, ребенок испытал отвержение. Все, ну, это, знаешь, как вот, как табу. Я рожала ребенка не для того, чтобы ее куда-то отфутболивать. Потому что ты уже рожала, ну, в сознательном возрасте, ты сознательно ее рожала, ты понимала, для чего ты это делаешь. Все, с этим определились. Теперь, сколько времени в день ты можешь выделять на работу? Сколько времени в день? Ой, ну, это, да, это смотря от того, что, как, вот, если я определюсь, допустим, ну, несколько часов, наверное, пока Мелана там спит? Несколько часов. Все, вот это твой ресурс. То есть, вот, вселенная, она отвечает на четкие, ясные понимания. Вот, несколько часов. Несколько часов, это какие часы, проведенные дома, пока она спит? То есть, это интернет-работа. Это работа по интернету. Все, вот твоя четкая, вот она, твоя граница. Несколько часов, и это только интернет. Это работа по интернету. Ну, я включила запись, ты потом сможешь прослушать и для себя очень четко вырисовать аватар своей работы. Несколько часов, уделенное интернету, по интернету работать. Что, твоя гипотеза, что ты могла бы делать по интернету? Какую работу ты могла бы совершать по интернету, чтобы ты могла эти два часа уделить внимание? Я сейчас буду у тебя подводить мысли, которые у тебя уже приходили. У тебя есть эти мысли. Просто я смогу тебе их сейчас отгравировать и поднять их. Что это? Ну, там может быть, что угодно. На самом деле, это могут быть какие-то работы над проектами, допустим. Работа над проектами. Второе. Там может быть, как бы, допустим, какие-то курсы, которые я могу делать для даже там... Почему ты курсы можешь делать? Почему ты курсы можешь? Потому что я хочу развивать себя дальше, узнавать там новые всякие технологии, как вот мы с Райей. Ну, как вот Райей, мне хочется, чтобы я занималась инвестицией именно наших финансов, и чтобы я понимала, куда, что, как это правильно вкладывать и так далее. То есть это тоже занимает время. Вот. Смотри, Райей, он уже тебя как бы посвящает, ну, для мужчины посвятить женщину свои финансы, это, ну, дорогого стоит. Это говорит о том, что он тебе доверяет. Соответственно, он говорит, иди развивайся в этой сфере. Соответственно, эти два часа ты можешь работать, а можешь посвятить своему развитию, чтобы потом получать за это деньги. То есть вот, то есть у тебя уже вот вырисовывается какая-то ясная картинка, что ты можешь в эти два часа делать. Ты можешь начать учиться, то есть какие-то занятия, какие-то курсы проходить, чему-то обучаться, потому что ты этому обучишься, и ты уже сможешь быть там финансовым, ну, финансовым консультантом для Райана, а потом для других. То есть если тебе эта тема интересна, тебе интересна тема инвестиций, финансов, тебя интересует эта тема? Да. Да, интересна. Все, смотри, вот твой спектр. Видишь, вот твой спектр мы уже определили. То есть и Милана при тебе, и финансы при тебе. Итак, давай поговорим, ты сказала, ну, я хочу иметь свою независимость. То есть я так понимаю, работа для тебя, это возможность получить какие-то деньги и чувствовать их, ну, как бы мои. Да. А тебе Райан денег не дает? Он тебя ограничивает в деньгах? Ну, я не, я не, я не то, что он мне их не дает, я не хочу у него их брать. Как-то так. Ну, потому что у меня свои есть. Ну, вот ты. Ну, да, мой муж. Ну, вот он мне как бы предлагал, ну, когда вот я была в декрессе, он мне давал деньги, когда у меня там закончились эти государственные. А так мне не надо, как бы, я не прошу ее, ну, и не хочу, чтобы он мне их давал. Я не хочу, чтобы он мне давал, это правда? Да. Кем бы ты была без мысли, я не хочу у него брать деньги. А ну, давай исследуем эту мысль. Мы страдаем от того, что мы верим в свои мысли, да, вернее, это не наша мысль, это нам кто-то навязал. Что будет, если ты возьмешь эти деньги? Что ты будешь? Ты будешь зависимый, ты будешь неполноценный. Давай разовьем эту мысль. Если ты возьмешь деньги, то что будет? Ну, не знаю, наверное, как-то, да, у меня такое есть какое-то в голове понятие о том, ну, как-то, я не знаю, я не хочу быть на содержании ни у кого. Какое-то у меня такое вот... Хочу быть на содержании. Давай исследуем эту мысль. Я не хочу быть на содержании. Давай сделаем вот сейчас более глубоко ее исследуем. А на самом деле, почему ты сейчас на содержании? я не хочу. Смотри, как сопротивление идет. Я не хочу, не хочу. То есть не идет, да? Я не хочу быть на содержании. А почему ты сейчас на содержании? А по факту ты на содержании. Ты на содержании у государства. Твой ребенок на содержании у тебя. ты на содержании у Бога. Ты на содержании у земли. Давай сделаем переворот. Я хочу быть на содержании. Почему? Вот я хочу быть на содержании у Вселенной. Я хочу, чтобы меня Вселенная содержала. Я хочу, чтобы мир заботился обо мне. Я позволяю, чтобы мир заботился обо мне. Так когда я позволяю, чтобы мир заботился обо мне, я чувствую себя ребенком, которого любят. когда ты говоришь, я не хочу чтобы меня содержали ты отрицаешь, ты отвергаешь помощь вселенной которая может тебе помочь и через мужа и через оттуда, и через отсюда и через меня смотри, когда ты веришь в мысль я не хочу быть зависимой условно говоря ты по факту ты зависима, потому что ты зависима от погоды, ты зависима от природы, ты зависима от солнца есть, хорошее настроение солнце исчезает, где-то плохое настроение ты зависима, ребенок умеется и ты смеешься, ребенок плачет и у тебя уже плохое настроение то есть ты зависима но ты говоришь, я независима и вот это сопротивление реальности, оно у нас забирает огромное количество энергии какая разница зависима независима, почему так важно быть зависимой или независимой Это всего лишь жизнь. Земля держит меня. Я зависима от Земли. Я стою на планете Земля. Итак, почему хорошо, что ты на содержании у Земли? Почему хорошо, что ты на содержании? Почему хорошо, что ты на содержании у планеты, у Вселенной, у Бога? Почему ты можешь позволить себе, чтобы Вселенная о тебе заботилась? Сейчас в данный момент Вселенная заботится о тебе через меня. Через какое-то время ты будешь позволять, чтобы ребенок заботился о тебе, потому что твой ребенок делает твое настроение. Правда, когда она смеется, и когда она... И у тебя настроение другое. Правда? Когда муж приходит, вы там обнимаетесь. И насколько меняется внутреннее состояние. Вы поддерживаете друг друга. И вы зависимы от этих объятий друг друга. Вы зависимы от этих прикосновений. Вы зависимы от этих поцелуев, прикосновений, одним словом. Поэтому мы независимы, а зависимы. Когда мы признаем этот факт, и мы увидим выгоду своей зависимости. Да, я позволяю, что Вселенная мне помогала. И я зависима от этой помощи. И я в этом чувствую свою силу в признании того, что мне нужна помощь. Да. То есть женщина, настоящая женщина. Мы сейчас уйдем в воспитание, туда, в детство. Настоящая женщина. На самом деле. Она побуждает своего мужчину финансово подниматься и обеспечивать, чтобы Вселенная через него обеспечивала ее. То есть женщина вот такая, девочка-девочка. Вот посмотри на Милану. Она все... Вот сейчас она девочка-девочка. Что Райан не сделает только ради нее? Да. Вот Райан все сделает. Особенно, если она там... Папочка-папочка-папочка-папочка. Вот там вот эти все вещи. Но она еще маленькая, она еще там не до конца может это выражать. Но смотри, как Райан изменяется, когда она рядом. Ты заметила? Он другим становится. Дочка меняет папку, как никто другой. То есть вот эта девочка, вот эта девчулечка, да, вот эта вот нежная, любящая, позволяющая, чтобы о ней заботились. Вот смотри на Милану и учись у нее сейчас. Вот это твой настоящий учитель. Твой настоящий учитель, как найти ключик, к сердцу мужчины. Я позволяю, чтобы Райан обеспечивал меня. Я позволяю, чтобы Вселенная через Райана заботилась обо мне. Я позволяю, чтобы Вселенная через Райана обеспечивала меня. Почему это правда? Ну, потому что так есть. Так и есть изначально. Так природа задумана. Так природа задумана, чтобы мужчина, чтобы его мужское я, мужчина становится мужчиной только тогда, когда у него есть возможность о ком-то по-настоящему заботиться. мужчина пробуждает себя на мужские качества только когда, когда рядом с ним есть, ну, как бы слабая женщина. И он тогда чувствует себя мужиком, потому что у него есть о ком заботиться. Поэтому, когда ты становишься сильный рядом с ним, он, может быть, не показывает тебя, но он чувствует себя как бы ненужным, неважным. Почему сейчас такое большое количество разводов? Почему мужчины уходят? Ну, сегодня разводов, ну, я не знаю, в Украине 68%. Я думаю, в Австралии меньше, но, тем не менее, тоже очень много мужчин неудовлетворено. Потому что женщина занимает не свою роль, она становится сильной, мужественной. Я должна о себе забыть. Я должна. Как будто бы у нее мужа нет. Как будто бы она одна. Но ты не одна, вас двое. Вас двое. Ты не одна. Вы вдвоем. Ты не одна. Ты вдвоем. У тебя мужчина. Ты вдвоем не просто с дочкой маленькой, слабенькой, которой ты заботишься. Ты позволяешь Райну заботиться о тебе, а дочка позволяет заботиться о тебе. О ней. То есть вот такой вот ты позволяешь Райну заботиться о тебе, обеспечивать тебя. И сила твоего обеспечения обеспечивает твою дочку необходимой благодатью. Потому что ты разрываешься. Мне надо заработать. Мне надо заработать. Мне надо заработать. И видишь, ты чуть не сделала ошибку. Отдать маме дочь. Вот ты бы на месте Миланы хорошо бы себя чувствовала. Вот ты бы на месте, ее, если бы ты отдала бы. Ну, тебя бы отдали бабушке. Нет. Меня отдавали бабушке. Да. И видишь, как много до сих пор отголосков этого. Но тогда у меня было возможности. Возможности была, но мама просто не увидела эту возможность. А у тебя сейчас появляется возможность. Да, я два года со своей бабушками жила. Да. Так что. Наверное, каким-то... Поэтому, наверное, я не хочу ее отдавать никому. Да. Потому что я уже понимаю, как не надо. потому что я сама пережила это. Да, есть такое. Да. Я сама... Да, говорите. Поэтому мы с тобой... Ну, что ты сейчас чувствуешь, когда понимаешь, что бабушке ты не отдаешь, ты понимаешь, что вот ты всецело занимаешься ребенком, ты можешь выделить два часа в день, чтобы начать изучать инвестиционные все эти программы и позволить Райну тебе давать карманные деньги. позволить Райну тебе платить зарплату. Что внутри тебя сопротивляется? Ну, как бы Рай мне уже об этом сказал. Он мне сказал, что иногда ему кажется, что у нас в семье два мужа, а не муж с женой. Потому что... Смотри, я об этом не знала. Мы с Райном не договорились об этом. Да, да. Я просто хорошо, я как семейный психолог, хорошо знаю психологию мужчин. Понимаешь? Я знаю то, что у меня есть с этим... Как бы... Да, есть такое внутреннее. Я... Не знаю. Видимо, еще когда она родилась, я... Мало того, что это финансовая сторона, у меня такой характер, ну, как бы... в каком-то, мне кажется, в каком-то... С какой-то стороны я, наверное, тоже повлияла на наши отношения, потому что... Ну, я очень категоричный человек, и я, как говорю, вот так вот надо за ней смотреть или так делать, как бы... И потом человек, ну, если он делает что-то не так, я на него могу так посмотреть, что ему, блин, просто плохо становится. И, конечно, это оттолкнуло его еще больше, ну, на тот момент. Вот. Ну, и поэтому он говорит, у тебя все время все под твоим должно быть контролем, только под тому, как ты говоришь. Говорит, ну, это же невозможно, короче, так жить. Вот. И, конечно, мне кажется, это все понятно, но внутри, да, у меня есть такой, какой-то, наверное, страх, вот как я могу... Да, сопротивление, как я могу себя, допустим, доверить, да, вот кому-то вот так вот полноценно. Это же вообще... Это мы понимаем, и ты, и я понимаем, что это травмы детства, и ты, и я, мы понимаем, что оттуда идут причины. Ты сказала, что я критичный, я... Как ты сказала? Категоричный. Я категоричный человек. А теперь давай посмотрим на это утверждение. Это правда, что ты категоричный человек? Это правда? Вот просто вслушайте сейчас себя. Можешь ли ты с абсолютной точностью знать, что это правда, что ты категоричный человек? Нет, наверное, с точностью полноценно не могу сказать. Это зависит от... Наверное, это та сторона, которая выходит из меня, когда... меня... Ну, когда я не в самом лучшем настроении. Вот так, наверное, лучше сказать. То есть я не в ресурсном состоянии. А как ты думаешь, почему вот ты не в лучшем состоянии? Что крадет в этот момент энергию? Что крадет эту энергию? Как ты реагируешь, когда веришь в мысль, я категоричный человек? Когда... Вот смотри. Когда родилась Милана, она была без имени. Она была просто девочкой. Но ты ей говорила, Милана, 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 Милана. И сегодня она запрограммирована быть Миланой. Когда ты говоришь, я категоричная, я категоричная, я категоричная, я категоричная. То есть ты себе даешь имя. Ты категоричная или твои мысли категоричные? Давай сначала здесь определимся. Ну, мне кажется, что это симптом, симптом каких-то... потому что... потому что... как бы... ну, это как круг такой, круговорот. Сначала, когда она была такая, ко мне вся прилипшая, у меня в какой-то момент меня начало злить, что я постоянно одна, это все делаю, все это на мне. И мне как бы... видимо, из-за того, что я вот эта злость у меня была, и как бы что-то... ну, как бы мне казалось, что Райан мне мало помогает совсем, и у меня возникала на этот счет обида. И когда это происходило, то есть может быть мне... и как бы... если бы я, может быть, его по-другому подводила ко всем этим вещам, там, помоги, Светнин, сделай то... А я просила, во-первых, изначально в форме не прося, а приказывая, из-за того, что у меня уже там сидела обида и злость. А потом, когда он это делал и так, как мне надо было, я еще могла там навесить, короче. А чей характер в этом просматривается? Мамой или папой? Вот кто так себя вел, когда ты была маленькая? Папа. В приказной зоне. Папа. Папа. Смотри, ты унаследовала вот эту черту характера. Мы унаследуем такие черты характера. Чему мы сопротивляемся? То есть тебе, скорее всего, когда ты была маленькая, это не нравилось? Ты говорила, я не буду делать, как он. Не. Качелька очнулась, и ты замечаешь, что это качество характера образовалось в тебя. С чего начинается это прощение папы? Это понимание, а почему папа себя так вел? Скорее всего, у него кто-то в роду так себя делал, или мама, или папа, или бабушка, или дедушка. То есть он в роду это получил. А если посмотреть еще дальше, там еще кто-то был. Но на ком-то это должно остановиться. Итак, я не... Я... Как же это слово? Я никак его запомнить не могу. Категоричная. Я не категоричная. Надо записать себе, потому что это слово что-то у меня вылетает. Я не категоричная, а мои мысли категоричны. Мои мысли категоричны. Я не категорична. Мои мысли категоричны. Я выбираю категоричные мысли. Прямо сейчас скажи. Я выбираю категоричные мысли. Слу, скажи мне, пожалуйста, это слово. Я выбираю категоричные мысли. И так же, как я выбираю категоричные мысли, я могу выбрать некатегоричные мысли. И так же, как выбираю категоричные мысли, я могу выбрать некатегоричные мысли. И мысли идут из состояния. и мысли идут из состояния. Теперь скажи мне пять вещей, за что ты благодарна Райну, за что ты ему действительно признательна, действительно глубоко в своем сердце признательность к нему. Ну, я ему, во-первых, я ему признательна, что он продолжает любить меня, такой, какая я есть, несмотря на то, что... Несмотря и вопреки. То есть смотри, несмотря на твою категоричность, он образец истинной любви. Первое, за это можно быть благодарным, потому что таких мужчин на сегодняшний день на земле, в основном все мужчины категоричны, потому что они росли, где их жестко воспитывали в жестких границах, и поэтому они сами по себе категоричны. Если еще и женщина категоричная, да он ее пошлет далеко и надолго. Первое, ты осознай, боже, как мне повезло, как мне повезло, ну, мы понимаем, что мне повезло, потому что кто-то молился за меня, или ты молилась сама, или... Ну, то есть я всегда говорю, если мне везет, меня везут, потому что я позволяю меня везти. Селена мне везет. Смотри, насколько мне повезло, насколько я позволила, чтобы этот мужчина появился в моей жизни, что он заботится обо мне, что он любит меня, несмотря на все эти тараканы, несмотря на эту категоричность долганную, которую мне следовало с юности. Ты не была категоричной, ты црина Милана, она сейчас категорична. Нет, она вот такая, она как водичка течет, да, она быстро изменяется, под обстоятельством, она быстро может плакать, тут же может сменяться, тут же может опять плакать, потом может опять сменяться. У нее меняется настроение, в зависимости от того, ее устраивает что-то, и она сейчас открыто говорит, если она хочет плакать, она плачет, она хочет смеяться, она сменется. Она еще без масок, она еще без вот этих вот всех. Первое, он любит меня, несмотря и вопреки. Второе, за что ты признательна, Райан? Ну, за то, что он помогает все-таки мне. Помогает. Второе. Вот все. Ну, то, что он меня подталкивает на то, чтобы быть счастливой, на саморазвитие, для меня это важно. Вот смотри, он является вкладом в себя, он вкладывает в себя, он заботится о тебе, как о своей, ну, как о дочке вы будете заботиться, везде в первый класс, потом во второй класс, потом в третий, то есть вы будете заботиться о ее развитии, да, вот потом вы там в кружбе какие-то начнете ее водить, она чуть старше станет. Он заботится, чтобы он вклад в тебя. Третье, он вклад в тебя, четвертое, что ты ему признательна. Четвертое, ну, что еще, не знаю, ну, то, что он верит в меня, все равно, даже когда я не сама в лучшем, ну, да, даже когда я сама в себя не верю, он образец, ну, настоящего мужчины, который, в принципе, и должен быть, любит, верит, поддерживает, вкладывает, успокаивает, утешает, вот, сейчас осознай, какой дар ты имеешь, это такой подарок, знаешь, даже не просто подарок, а что-то значительно, значительно, значительно превышающее этого слова подарок, ты имеешь этот дар, ты имеешь этот дар, и просто сейчас почувствуй вот это состояние признательности к нему, это ощущение благодарности вселенной к нему, через тебя вселенной, и вот как бы сейчас его обними и скажи, прости меня, мысленно, вот просто ему сейчас пошли, вот это, я сожалею, прости меня, я люблю тебя, я сожалею, прости меня, я люблю тебя, прости меня, я сожалею, я люблю тебя, пусть эти слова, они внутри тебя живут, и вот когда ты сейчас понимаешь, что такой дар ты имеешь, вот такой подарок судьбы, да, вот просто подарок судьбы, и вместе с этим подарком ты имеешь еще один подарок, прекрасная, чудесная дочка, она не может быть не чудесным, потому что вы оба чудесны, За что ты любишь себя? За что ты одобряешь себя? Давай, за что ты можешь сказать себе спасибо? За что ты можешь быть признательна сама себе? Ну, я считаю, что как бы там ни было, я считаю, что у меня много силы, что все равно у меня есть сила, чтобы каждый день вставать и с этими всеми делами разбираться. За что ты благодарна тебе? За то, что ты выбрала этот путь? Ну да. Что ты позволила себе этому счастью случиться? Ведь это ты позволила Райну появиться в твоей жизни. Ведь это ты. Если бы ты не позволила ему появиться, то, о чем мы вначале говорили, если бы ты сказала, ну, первый попавшийся, кто не даст семя, от того и рожу. Но ты дождалась его. То есть внутри тебя была какая-то сверхъестественная мудрость, понимание, что надо дождаться правильного мужчины. Поэтому это первое, за что ты должна быть сама себе благодарна. За ту внутреннюю мудрость, которую ты обладаешь. За ту мудрость, что ты продолжила кормить грудью, несмотря на то, что было больно, несмотря на то, что были трещины. Твоя природная материнская мудрость подсказала тебе, что вот так будет правильно. Пусть я чуть-чуть потерплю. Пусть мне будет больно. Но я понимаю, что ребенку нужна материнская грудь, нужно материнское молоко. За это большая признательность и благодарность. За что еще? То есть того, что я знаю. За что ты еще благодарна? За то, что ты сейчас звонишь мне, что ты не закрылась своих каких-то там этих самых, а что ты откликнулась на эту потребность, разобраться и расставить все тут лолочкам. За что ты еще себе благодарна? За то, что ты видишь, за то, что ты слышишь, за то, что ты можешь осязать, за то, что ты родила этого ребенка, и ты понимаешь, как много радости ты принесла в свою жизнь. За ту собачку. Я все время присматриваю фотографии твоей собачки. Я думаю, что она с вами эта собачка? Да, она с нами. Вот. Правда, сколько радости она приносит? Да. Тоже, это тоже благодарность тебе, что ты позволила твоему животному быть рядом с тобой. Смотри, вот мы уже нашли пять признательностей по отношению к самой себе. То есть, с чего начинается твоя жизнь? Она начинается с осознания признательности, одобрения. Потому что я всегда говорю, что если бы мы больше благодарили, чем жаловались, наша жизнь была бы другой. Привычка жаловаться, мы можем заменить привычкой благодарить. И когда мы благодарим, мы и находимся в этом ресурсном состоянии. Поэтому утром, вот почему я занятия провожу, мы начинаем с благодарности, поднятия той признательности, которую мы признательны, за счет чего мы признательны в жизни. Поэтому прямо сейчас так скажите. Я ввожу привычку благодарить. Я ввожу прямо так вот тебе вот такую, как зарубку на сознание скажи. Я ввожу привычку благодарить. Благодарить. Я ввожу привычку благодарить. И это надо сделать привычкой. Вот находить время, когда просто вот Райан приходит с работы, и ты ему прямо говоришь об этом. Райан, я вот сегодня думала, и вот я хочу прямо сказать тебе, что я тебе действительно так благодарна. Понимаешь, когда мы говорим эти слова, то для нас очень важно слышать эти слова. Потому что он скорее всего знает, что ты его любишь. Он скорее всего понимает, что ты его благодаришь. Но когда он слышит эти слова, он сделает для тебя в 10 раз больше. Ты ему дашь крылья через благодарность. Ты ему дашь крылья, знаешь, когда мы делаем что-то, и нас благодарят, знаешь, как бы нас оценивают, нам дают ценность, нас одобряют, у нас появляются крылья. И в этот момент у нас появляется вот это состояние, ах, так я же для этого человека сделаю еще, знаешь, и еще, и еще, и еще. Ты смотри, как много мы с тобой сегодня разобрали. Скажи, у тебя появилось, у тебя сейчас от нуля до детей появилось понимание, что тебе предстоит с работы проститься. Ушел страх с ней проститься? Да, почти ушел. Есть чуть-чуть еще такой отголосок, но... Давай так, где он сидит, давай с ним до конца проститься. Где он сидит, ногах, руках, где ты его чувствуешь? В голове. Где он сидит? Не знаю, наверное, где-то тут. Если бы ты была художником, как бы ты его нарисовала? Вот, вот перед тобой доска и вот страх. Страх решиться на перемены. Как бы ты нарисовала этот страх? Не знаю, почему-то мне Чебурашка мне приславился. Ага, Чебурашка, спроси у него, что ты хочешь от меня? Почему ты не даешь мне переменам перемену внести в свою жизнь? Какая мысль? У меня, да, я вот себя когда спрашиваю, у меня приходит, у меня такое возникает ощущение, что ничего от меня не хочет. Это уже как зацикленность моего, моей, как сказать, логичности, ну, как бы вот рассудка. зациклилась, уже, я понимаю, что вот уже чуть-чуть и я могу просто, ну, как бы полететь, но вот эта зацикленность разума именно, как бы, ну, немножко стоит, как этот шум, да, такой, надоедший. Хорошо, а давай посмотрим на эту, на зойливость, да, вот на этот ментальный шум. Где он, как он тебя давит? Он тебя сверху давит, отсюда. То есть, или оно как красной строкой на заднем экране идет. Как ты его чувствуешь, этот ментальный шум? Как ты его ощущаешь? Наверное, где-то больше, больше, где-то вот горло, ну, рот, как это. А что хочется с ним сделать? Хочется его смыть, вызевать, может быть, выкошлить? Да, выпить. Физически, бери сейчас, откашляй его. Откашляй. Прямо сейчас скажи, прямо так рукой себе, помоги его, прямо так, рукой его и сними вот это. И прямо вот отсюда его рукой сними и сбрось туда дворники земли и космоса. вот так вот возьми. Расприми плечики, почувствуй лопатки между собой. Лопаточки между собой соедини, руки запусти, вот так волосы разотри и прямо сбрось себя. Вот эти, знаешь, как на лошади повозка, вот эти все заботы, вот эту всю тяжесть. И сбрось себя вот так. скажи, все, баста, баста мне жить и страдать. Все, я возвращаюсь и без твоей басты. Баста, баста страдать. Баста, мне нравится это. Вот прямо скажи, я выкидываю из себя все страдания, вот так вот, просто возьми из своей груди вот так. Все страдания, все, чем я страдала, вот так вот, прямо так. Выкини его и скажи, баста, хватит. Хватит мне страдать. Я возвращаю себе свою радость. Я возвращаю себе свою радость. И я благодарю за ту радость, которая у меня есть. А у тебя есть так много радости. Я уверена, Милана для тебя сейчас источник твоей но это сейчас такой возраст начинается, когда они начинают говорить, когда они начинают болтать, когда они начинают познавать этот мир, когда они много мучу-мучу, они как губка сейчас. Самый потрясный до трех лет это самые, это такие, знаешь, неугомонные батареи, которые бесконечно, бесконечно болтаются. Так темно стало тебе надо включить. у нас уже вечер, мне надо будет сейчас Миланочку купать. Спасибо вам за ваше время. Спасибо большое. когда мы с Райаном разговаривали, он много мне напоминал о тех сессиях, которые мы делали по утрам, вот эти заряды радостью и так далее. Он говорит, такое было, ну такое было другое ощущение, такая энергетика, ну такое счастье. Говорит, это может, Беложок мне говорит, может тебе надо короче вернуться в эту группу свою по радости, короче. Я приглашаю тебя, присоединяйся, там даже если ты не будешь слушать, потому что мы сейчас каждое утро медитируем, такое, знаешь, медитация, чтобы радость наполняла, чтобы радость входила в нашу жизнь, чтобы вот этот свет, любовь входил. Поэтому я тебя приглашаю, конечно же, возвращайся. Ксюша до сих пор ходит, мы до сих пор очень плотненько общаемся и плотненько взаимодействуем. И ты знаешь, куда звонить, ты знаешь, к кому обращаться в случае чего. И Украина, Австралия, хоть 9 тысяч километров, но ты же видишь, как все просто и все взаимодействует. Да, спасибо большое. Спасибо, как ты думала себе эту атмосферу радости, того светлячка, которым ты была. Понимаешь, мы как-то говорили, увеличить объем радости на 70%. Я все время помню. Я все время помню об этом, поэтому я начала марафон радости именно для этих слов. Поэтому я вот все время подтягиваю вот эти мышцы, вот это все для того, чтобы это делать. Хорошо, Маша, спасибо большое. Хорошо, спасибо большое, Альчика. У тебя есть возможность оплатить за эту встречу? А сколько я буду вам должна? 50 долларов. Продолжение следует...